ДИЖУРНЫЙ РЕПОРТЕР Необычного фильма из декораций «Спот-трасса посреди города». Спот – место для катания, парк с фигурами для всевозможных трюков. Лыжники из Москвы прыгают над дорогой, пешеходами и сугробами катаются по перилам и снимают это на видео. В итоге получается своеобразный уличный фильм. Начинаем выпуск. Охотники за снегом прибыли в апреле в Кировск. Мягкая погода, яркий свет и достаточно высокие сугробы – то, что нужно для фильма. На этот раз наша цель – снять эпизод об уличном катании на лыжах. И для этого мы занимаемся творчеством, а именно поиском тех мест, которые могут нас вдохновить, сделать какие-то трюки. Пропаганда риска – нет. Тот, кто вдохновится уличным катанием, обычно давно дружит с Урбаном и владеет той особой чуткостью, которая позволяет ювелирно исполнять любые трюки. Дмитрия Макушина, виртуозного исполнителя трюков, знают все, кто хоть немного интересуется уличным катанием. В 11 лет он встал на агрессивные ролики. Однажды зимой задумался – зачем ждать, пока оттают дорожки и перила? Ведь есть еще и лыжи. Я круглый год катаюсь летом на роликах, зимой на лыжах и всегда в городе. И это, конечно, нечто в Кировске лепить из этого количества снега – это нереально просто. Иногда начинаешь лепить, строить, лопатами копать. И вроде задумал одно, а в итоге просто размах такой получается, что уже устаешь, надо остановиться и покататься. Вокруг спота возник ажиотаж. Среди жителей близлежащих дворов интересуются дошкольники, тинейджеры и вполне взрослые люди. По словам фильмейкеров, это хорошая социальная идея для молодежи. Местные любители экстрима тоже потянулись к парку, который возник благодаря гостям. Был разговор, но не было действия. В основном все говорили, но не соглашались идти куда-то строить. И классно, что ребята приехали из Твута, мы вместе с ними соединились, построили классный парк. Который до сих пор цел и невредим. А его создатели готовы показать класс в трюках и провести мастер-класс всем желающим. Только не пытайтесь повторить это самостоятельно. 23 миллиона рублей потратят ближайшим летом на ремонт 9 дворов в Апатитах. Там заменят асфальт, столбы освещения, у подъездов установят скамейки. Работы проведут в рамках программы формирования комфортной городской среды. Она действует в городе уже несколько лет. Самое главное, подать заявку и поучаствовать в ней могут сами апатичане. О дворах, которые отремонтируют, смотрите далее. Весна пришла, асфальт смыла. Именно так апатичане шутят о состоянии дорог во дворах. В ямах, лужах и выбоинах водители убивают подвеску, а некоторые таксисты отказываются заезжать. В такие дворы страдают и горожане, и машины. Асфальта у дома Козлова-5 практически не осталось. Жильцы, автовладельцы не помнят, когда здесь проводился ремонт. Лишь ямы иногда щебнем закидывали, но хватало этого ненадолго. О дороге водители отзываются лаконично. А если... Дедишь и плачешь. За лето ситуация должна измениться. Двор Козлова-5 вместе с еще с восемью дворами отремонтируют и благоустроят. Заменят асфальт у дома и в проездах. Опоры освещения поставят скамейки и урны. Работы проведут в рамках программы формирования комфорта городской среды. На эти цели выделено 23 миллиона рублей из бюджета в трех уровней. На выбор территории апатичане, кстати, могли повлиять лично. Мы же не можем сами включать дворы муниципальные программы. Это должны быть заинтересованы граждане, проявлять активность, инициативу. Эта активная группа собирается, агитирует всех, формирует заявку, протокол. Проводит совещания на квартире на доме и подают на рассмотрение уже в администрацию, на общественную комиссию. Дороги на проведение работ состоятся в мае. И здесь, как выразился глава Апатитской администрации, главное, чтобы повезло с подрядчиком. Законков с содроганием ждет итогов торгов по комфортной городской среде. Делят дворов в этом году должно быть сделано. И хорошо, если мы получим подрядчика того же уровня, как это было год назад, когда мы 24 двора сделали, и сделаешь относительно неплохо. Кроме дворов в рамках программы «Комфортная городская среда» летом начнется вторая часть благоустройства городского парка за администрацией. О его этапах расскажем в эфире. И продолжая дорожную тему, в Кировске на летнюю ремонтную кампанию также запланировано 23 миллиона рублей. В дорожной карте Апатитовое шоссе, Объездная, улицы Парковая, Олимпийская, Ленинградская и Солнечная. Кроме этого, рассматривать вопрос о переезде газетного павильона в районе библиотеки имени Горького. Но обо всем по порядку. В этом году мы сосредоточились на тех участках по ремонту текущему в летний период уличной дорожной сети, там, где не требуется обустройство ливневой канализации, дабы, скажем так, на два раза не заходить на не те же объемы. Общественники застрили внимание и на других проблемных участках дорожной сети, на состоянии некоторых тротуаров. По словам Марины Михайловой, устранять дефекты будут постепенно. Не меньшее обсуждение вызвал вопрос о переносе газетного павильона в районе библиотеки имени Горького. Активисты даже предложили собрать подписи за отмену решения. Киоск стоит на этом месте не одно десятилетие и стал частью исторического облика Кировска. Однако вопрос уже решен. По решению суда и специалистов ГИБДД этот ларек мешает автомобилям и пешеходам. Тем более, что он находится в непосредственной близости от школы. Постоянно водят туда детей в школу и школьники сами ходят. Одни без сопровождения. Но это достаточно серьезная угроза жизни. Сейчас рассматриваются варианты переезда торговой точки. Один из них – павильон Марпи на улице Юбилейной. Важная информация для тех, кто пользуется общественным транспортом в Апатитах. С 1 мая отменяется остановка автобусов на остановочном пункте детская поликлиника на улице Победы. Для посадки и высадки пассажиров по маршрутам номер 8 и 12 вводится пункт стоматологическая поликлиника в районе дома номер 28 по улице Ленина. Это временная постоянная мера, так ее назовем. Посмотрим, как себя покажет. Мы надеемся, что покажет себя с лучшей стороны. Если уже необходимости в старой автобусной остановке не будет, то мы ее, конечно же, демонтируем. С перевозчиками, которые работают на территории города, как по заказам, так и с Кировска проведены переговоры. Они эту остановку не используют. Установка там обустроена пару лет назад. Надо ей пользоваться. Остановка новая, красивая и соответствует всем необходимым критериям с точки зрения безопасности. И еще про транспорт. С 1 мая три муниципальных маршрута номер 8, 11 и 12 в Апатитах переходят на новое расписание. С новым графиком рейсов можно ознакомиться в группе Народного ТВ ВКонтакте, в свежем выпуске газеты «Хибинский вестник» и на сайте городской администрации. К другим новостям продолжаем. Представители молодежных объединений с Кировской Апатитов донесли до врео-губернатора Мурманской области Андрея Чибиса одну из возможных причин оттока молодежи. Из-за того, что полярке приходится зарабатывать, молодые люди, окончив учебу в крупных городах, не спешат домой на север, даже если они там родились. Зажиг. Именно такой посыл дал Андрей Чибис молодежи Мурманской области. Необходимо активизировать свою работу по всем направлениям. Будь то образование, спорт, досуг, культура или экология. Кроме этого, временно исполняющий обязанности губернатора поделился своими мыслями на систему подготовки кадров. Учить нужно тех, кто востребован. С нашей коллеги, с нашей лизы, с фактами, мы, эти страны, и чтобы это была не инициатива отдельного города, а это было на полном состоянии. Мы делились страны в правительственном области, а вас, в том числе, на соответствующую работу, все цифры, которые получали образование, то, которое востребовано, чтобы мы готовили таких, кто востребован сегодня, через 3, 5, 10 лет. И вот таким образом, это, значит, инструменты соглашения, и в это я верю. По крайней мере, это мне понятно, как это сделать. Из-за того, что полярки приходится зарабатывать, молодые люди, окончив учебу в крупных городах, не спешат домой на север. Даже если они там родились. Зачем два года терять зарплате? Возможно, это одна из причин оттока молодежи, отметили члены молодежной палаты Примурманской областной думы. По словам Андрея Владимировича, работа будет вестись. Самый главный нюанс, который нас волнует, это касающийся полярок для вновь устроившейся молодежи на крайнем севере. Андрей Владимирович сказал, работа будет вестись, учтут, но и в течение какого-то времени будет дан ответ. Кроме вступления, активисты обменялись техниками работы с молодежью и познакомились с инициативами молодежной палаты при региональном ЗАГС-собрании. А главное, приняли настрой временно исполняющего обязанности губернатора. Для него задача – это поднять всю молодежную инфраструктуру, чтобы здесь было интересно не только жить и развиваться в этом регионе, но и также завлекать и другие регионы тоже. По инициативе в Рио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в регионе запущен проект «Волонтерская среда». Во всех муниципалитетах у активистов появилось место, где они могут собираться и обсуждать свою деятельность, координировать планы. В Апатитах площадкой стал молодежный социальный центр на улице Фестивальная. Всем привет, меня зовут Арина. Я представляю волонтерское движение «Воли». Наши направлены социально. Мы участвуем в патриотических акциях и в уборке территории города Апатиты. Здравствуйте, я Влада. Я представляю волонтерское движение «Волонтеры-медики». Я из волонтерского отряда школы номер 15 «Добрый свет». Мы помогаем учителям в нашей школе. У всех этих юных ребят за плечами большая работа. Они помогают фонду помощи детям «Наше будущее». Апатитскому отделению хосписа, собачьему приюту. Помогают ветеранам на 9 мая. Проводят субботники и благотворительные акции. И многое-многое другое. Действуют ребята безвозмездно по зову сердца. На волонтерском слете они делятся опытом и наработками. А в мэрии хотят составить базу добровольцев на всякий случай. Когда вдруг так раз за разом стали ломать руку Пушкину, я была вот в такой большой растерянности и стала искать. Ведь у нас по сути нет. И мне опять-таки в молодежном центре сказали, что у нас есть волонтер Никита Безматерника. Он ходит и к бабушкам, и с успехом помог реанимировать руку. По инициативе в Рио губернатора региона в Мурманской области запускается проект «Волонтерская среда». Во всех муниципалитетах у активистов появилось место, где они могут собираться и обсуждать свою деятельность, координировать планы. В Афатитах площадкой стал молодежный социальный центр на фестивальной. И одна из инициатив сделать так, чтобы молодые люди не уезжали из родного края. Очень хотелось бы, чтобы вы оставили, наверное, вот те пожелания, вот чтобы так сделать для нашего города и области, чтобы вы здесь остались, чтобы вы здесь учились, чтобы вы здесь работали, чтобы вам не хотелось уезжать. Мы готовим такую большую презентацию, большую программу, где волонтеры не только города Апатиты, еще и Кировская, еще и Кандалакши, всей Мурманской области соберут вот такое, знаете, молодежное желание, как улучшить нашу жизнь. Отныне такие встречи станут регулярными. Активистов и тех, у кого есть идеи, как сделать город лучше и чище, ждут каждую среду в 18 часов на улице Фестивальная в молодежном центре. По городам Мурманской области курсирует по здоровью. На этой неделе его пациентами стали жители поселков Титан и Кашва. Все лечане получили консультации терапевта и узких специалистов, а также могли сделать флюорографию, маммографию и УЗИ. Напомню, основная задача проекта – сделать медицинскую помощь для жителей отдаленных населенных пунктов доступной. Так лучше? Так лучше. Так, смотрите, лучше. Так. Окулист, лор, онколог, врач УЗИ, а также рентген и маммография. К нам приехал сезонный поезд здоровья. Первая остановка – Титан. К 10 утра у кабинетов собираются первые посетители. Ждут, когда медики подготовят оборудование и начнут прием. Легко ли попасть в поезд здоровья и удобен ли этот вид медицинской помощи? Это очень удобно. Проще записаться у фельдшера, когда знаешь, какие врачи будут. Конечно, там количество записывающих ограничено, но проще, чем попасть в геройскую больницу, допустим, на прием. А записаться на прием в поезд здоровья, насколько это сложно? Легко через ночи? У нас не сложно. У нас фельдшер молодец Елена Юрьевна. Она всегда запишет и позвонят, скажет, когда и чем. Фельдшер формирует набор приезжих специалистов, каждый раз исходя из потребностей населения. На этот раз медики приняли в Титане 50 жителей. Это пациенты старше 40 с хроническими заболеваниями. Те, кто стоит на диспансерном учете. Мы рады, что у нас приезжают специалисты Мурманской областной больницы. То есть у нас быстрее двигается очередь, быстрее пациенты попадают на госпитализацию, на консультацию, если нужно. Выездные приемы еще и позволяют не пропустить серьезное заболевание. Так, среди полусотни принятых жителей Титана областные специалисты впервые диагностировали у пациентов катаракту и два злокачественных новообразования. Осмотр мы проводим в основном органов брюшной полости. Чаще всего это патология желчного пузыря, поджелудочной железы. Как правило, выявление камней реже, мочекаменная болезнь. Ну и еще более редко мы выявляем онкологию все-таки на таких вездах, но все-таки выявляем. Следующий поезд здоровья приедет к нашим землякам уже осенью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лыжного стадиона Тирвас на этой неделе рассказал глава администрации Юрий Кузин. Стадион Тирвас – современный лыжный комплекс, который с каждым годом привлекает на свои трассы все больше посетителей. Это спортсмены-профессионалы, любители и местное население. Оно и понятно, ведь Тирвас первым не только в России, но и в Европе открывает сезон и последним закрывает. На этот раз только на вкатку на первый снег в Хибины приехали около тысячи лыжников со всех уголков России, ближнего и дальнего зарубежья. Единовременно на трассах в Кировске тренировались порядка 700 лыжников. И это несмотря на то, что сезон начинался почти без снега. Год был очень непростым с точки зрения использования стадиона. На конец октября-ноябрь мы фактически вручную выложили 5-километровую трассу. Спасибо за это огромное. И работникам ЦМТО, и нашим сотрудникам АОСу Горняк, спортивной школы. Все проводили большую конкурсную работу, и мы благодаря этому смогли начать сезон. И на учебный тренировочный сбор спортсмены приехали и встретили его на снегу. Уже в следующем сезоне на лыжных трассах Тирваса появится искусственный снег. Также установят систему электронного хронометража. У нас должно быть больше высококлассных спортсменов, серьезных тренеров, площадки, инвентарь. Все это должно быть на самом высшем уровне. Без поддержки компании ФОСАГР нам, безусловно, не обойтись. И руководство компании ФОСАГР с полным пониманием к этому относится и во всех направлениях нас поддерживает. При поддержке компании ФОСАГР этот проект ежегодно развивается. И на основании проектной документации, которая подготовлена, в этом году планируется монтаж системы искусственного снижения, установка дополнительно почти 20 кабинок для подготовки оборудования, ну и раздевалок. Учитывая количество участников растущих, сейчас их 20, будет порядка 40. Это необходимые условия. Ну и дополнительно планируется приобретение и монтаж системы хронометража. Столь серьезные расходы компания ФОСАГР взяла на себя. Кировчане уже примеряются к предстоящему объему летних работ. Тем более, что наряду с выше обозначенными задачами есть еще одна не менее важная – всесезонная загрузка лыжного комплекса Тирвас. Так что сейчас речь ведется и о строительстве лыжероллерной трассы. Цель очередной лыжный сезон – встретить на высшем уровне. По его завершению без перерыва перейти в летний спортивный сезон и получить статус спортивного комплекса европейского уровня. До 20 мая в музейно-выставочном центре предприятия «Апатит» работает уникальная выставка – экспозиция Музея спортивной славы Центрального спортивного клуба армии ЦСК. Экспонаты впервые в истории покинули стены родного Музея спортивной славы. В копилке клуба почти полторы тысячи олимпийских медалей, что является абсолютным рекордом среди всех спортивных организаций России. Репортаж с открытия экспозиции. Смотрите далее. Этот подарок сделала северянам компания «Фосагра». Тема выставки – прошлое, настоящее и будущее армейского клуба. Основные вехи развития. Прославленные воспитанники, которые отстаивали честь страны на европейских и мировых турнирах. ЦСК есть чем и кем гордиться. Это один из ведущих спортклубов страны. С момента открытия его воспитанники завоевали почти 1400 олимпийских медалей, что является абсолютным рекордом среди всех спортивных организаций России. Сегодня клуб развивает 72 вида спорта. Ведет активную работу по пропаганде физической культуры и здорового образа жизни. Временная экспозиция станет хорошим мотиватором. Мы постарались как раз вот эти вот так вот, как кажется, очень емко, но вот ознакомиться со всей вот замечательной историей. Пока, чтобы дети понимали, когда, придя сюда, на чем, на каком инвентаре выступали наши предки, как им тяжело было в послевоенное время, да, когда страна в разрухе, когда кушать было нечего, а наши спортсмены выходили вот на этом уже, как говорится, таком вот допотопном инвентаре, вопреки всему, они выигрывали. Вот за счет своего характера, русского характера, за счет своей вот этой души, огромной, то в душе гостеприимной, они выходили и побеждали, доказывали всем. Я убежден, что тысячи школьников, так, маленьких и взрослых, и родителей будут приходить сюда и прикоснется к истории Центрального спортивного клуба «Армия», к истории спорта, и скажут, мы тоже будем заниматься спортом. В Кировско-Апатитском районе тоже славные спортивные традиции. Развитию детских клубов и секций помогают компания «Фосагра» и автономная некоммерческая организация «Дростхибины». Они не оставляют без внимания и патриотическое воспитание. Из года в год военно-патриотические клубы объединяют все большее число подростков. Сегодня у нас военно-патриотическое движение в Кировске только начинает свое движение, поэтому мы видим, что по Апатитам и по Кировску у нас более 150 человек. Высшая награда для воспитанников военно-патриотических клубов и активистов «Дростхибины» – вступление в ряды Всероссийского общественного движения «Юнармия». Нагрудные знаки и удостоверения юнармейцев получают кировские школьники. Самому юному из них, Никите Крыжановскому, всего 11 лет. Признается, посвящение запомнится надолго. В церемонии участвовала двукратная олимпийская чемпионка. Это было очень волнительно. Стоишь и думаешь, что же делать, когда тебя позовут. Когда вышел, полдень не прошел? Уже, да. Когда вышел, пошло. Всегда быть защитником слабых, готовить себя к служению и созиданию на благо отчизны, быть патриотом и достойным гражданином России, поклялись 9 школьников. Всего в ряды юнармейцев уже вступили 50 кировчан. Отец года Мурманской области живет в Кировске. Им стал педагог дополнительного образования Алексей Шитов. Алексей победил в городском и муниципальных этапах конкурса, потом в региональном. Теперь финалиста ждет всероссийский этап. Репортаж о лучшем отце. Смотрите далее. Алексей Шитов – педагог дополнительного образования Центра детского творчества «Хибины». Преподает в клубе «Юный техник. Столярное дело». Признается, работать с деревом любил с детства. Со временем хобби стало профессией. На его занятиях ребята приобретают самые разные навыки. Это резьба по дереву, выпиливание лобзиком, выжигание, токарная обработка древесины. Обучение идет по программе «Занимательная механика». Юные столяры мастерят механические игрушки из дерева, осваивают различные инструменты. Умение работать руками – полезный навык для подрастающих мужчин. Однако в учебном классе много свободных мест. Есть много заинтересованных ребят, но, как правило, эти ребята увлечены не только этим. И получается, что приоритет лежит в других направлениях, потому как его выбирают родители. Все начинания Алексея поддерживает семья. Именно жена Ирина стала идейным вдохновителем участия в конкурсе «Семья года». Говорит, как только прочитала условия и критерии оценки, сразу поняла – специальная номинация «Отец года» как раз про ее мужа. Собирала портфолио, купила портфолио на 100 листов, и оказалось, что я его полностью заполнила достижениями Леши. Попросила о помощи его коллег, сестру, чтобы написали характеристику. Ина Яковлевна Жарова написала про Лешу стихи. Вообще-таки потрясающие. В общем, я поняла, что все не зря. Что действительно у нас замечательный папа, и что он достоин победы. На конкурс требовалась информация о семье, традициях, увлечениях и достижениях. О чем рассказать нашлось. Шитовы люди творческие. Участвуют в конкурсах, ведут активную общественную жизнь, воспитывают троих детей. Самому младшему – Никите, пять месяцев. Погодки Лиза и Денис учатся в начальной школе. У меня у папы большая семья. Много в родне, многодетных семей много. А я одна в семье воспитывалась. И поэтому я всегда знала, что когда я выйду за му, что у меня будет как минимум двое детей. Потому что у меня одной было очень грустно, одиноко. Всегда хотела, чтобы у меня был брат и сестра. У нас вся семья творческая. Дети тоже пошли по стопам отца. Тоже творческие, рисуют. Умеют работать с деревом. Возьмут еще в дополнительную музыкальную школу. То есть, как бы, есть семейные традиции. Мне нравится ездить на дачу, например, у нас традиции. О, там, да, и лопата, и картошка. В то же время я там же заготавливаю какой-то материал для своих работ. Так что у нас там все вместе. Вера в успех оправдалась. Алексей победил в городском и межмуниципальном этапах конкурса. Потом в региональном. Теперь финалиста ждет всероссийский этап. Имена победителей объявят в середине июня. Каким бы ни был результат, семья Шитовых уже знает. Их папа лучший в мире. И в конце выпуска приятная новость. Известный российский лыжник Сергей Устюгов сделал предложение руки-сердца своей возлюбленной, тоже лыжнице, Елене Соболевой. Примечательна эта история тем, что Сергей не раз говорил Елене, в шутку или нет, цитата, вот станешь чемпионкой России, тогда не отверчусь, сразу женюсь. Недавно Елена стала победительницей чемпионата России по лыжным гонкам в городе Апатита на марафонскую дистанцию в 50 километров, преодолев ее за 2 часа и 30 минут. Вот ее победный финиш. 5 километров позади финиширует Соболева Елена. Россия, город Апатиты. Лыжник сдержал слово. А это были основные события. Уходящая неделя материал корреспондентов Народного. С вами прощаюсь. До встречи. Я думаю, момента лучше бы никогда не настало, чем сегодняшний день. И при всех здесь, сейчас, я хочу признаться тебе в любви. Признаться в вечной любви. Выйдешь за меня. Всем большое спасибо. Я знаю, что все из вас очень долго этого ждали. Спасибо большое. Подождите, вы что радуетесь? Она же еще не сказала «да». А-а-а-а-а! А-а-а! 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 А-а! Редактор субтитров А.Семкин